ребята привет сегодня у нас обзор напрямую из японии напоминаю то что в создании этого эксклюзивнейшего контента нам помогает евгений с канала чиполинка жизнь японии в комментариях вы нас просили снять этот автомобиль не скажу что слезно но все-таки просили и по статистике этот автомобиль лидирует по вашим запросам и вы думаете ну что там еще какой-нибудь гибрид электрокар там какая-нибудь топовая бензинка там с гибридом в паре или там все нет сегодня у нас машина на водородном двигателе toyota mirai второго поколения предлагаю не затягивать и быстрее перейти к обзору этого автомобиля который отличается своими водородными технологиями и никто в мире кроме японцев не повторяет подобного поехали сергей привет спасибо что обратились ко мне за информацией прямиком из японии сегодня снова с вами евгений с канала чиполинка жизнь японии сегодня у нас на обзоре очень необычный автомобиль toyota mirai этот седан очень сильно отличается от других автомобилей он работает на водороде сегодня мы посмотрим его внешность пощупаем интерьер этого автомобиля заглянем под капот и протестируем езду на машине toyota mirai водородный гибридный автомобиль с топливными элементами здесь водород при помощи электрохимической реакции вырабатывает электричество которое питает электродвигатель преимущество такого автомобиля по сравнению с чисто электрическими автомобилями это большой запас хода и быстрая заправка всего лишь за пару минут можно заправить полный бак водорода при этом выхлоп это чистый водяной пар никаких углекислых газов впервые автомобиль был представлен публике в ноябре 2013 года на токийском автосалоне сам автомобиль построен на платформе концепт кара toyota fcv и продажи он появился 2014 году название четырехдверного седана mirai дословно на русский язык переводится как будущее второе поколение toyota mirai было запущено производства в двадцатом году это все тот же водородный автомобиль второе поколение toyota mirai сменила имидж подросло в размерах и возможностях по дизайну теперь этот автомобиль напоминает европейские спортивные автомобили с купеобразным силуэтом его характеризуют нарочито длинный капот глубокие колесные арки и минималистичная пластика кузовых панелей острые и вытянутые вверх фары разделены на две части округлая крыша плавно перетекает в относительно короткий багажник здесь же находится логотип компании который делит на две части светодиодную линию выхлопные трубы по понятным причинам отсутствует toyota mirai второго поколения подрос в размерах расстояние между осями автомобиля увеличились на 14 сантиметров и теперь составляет 292 сантиметра ширина увеличилась на 7 сантиметров и сейчас это 188 с половиной сантиметров длину mirai 497 с половиной сантиметров а высоту 147 сантиметров получился очень интересный дизайн который привлекает взгляды на дороге даже спустя три года после выхода второго поколения он все еще выглядит хорошо принцип водородного автомобиля очень простой под капотом стоит силовая установка это практически стандартный электродвигатель баг наполняется водород который при помощи электрохимической реакции проходит через топливные элементы и соединяется с кислородом в этот момент вырабатывается большое количество электричества которое заряжает батарею а уже электричество из батареи как в стандартном электроавтомобиле идет в силовую установку а самое главное что выхлопом этого автомобиля является обычная вода h2o в предыдущей модели она постоянно капала из импровизированной выхлопной трубы у этой же модели второго поколения вода скапливается и когда автомобиль останавливается ставится на паркинг то открывается небольшой такой люк и оттуда сливается накопленная вода теперь автомобили которые едут за toyota mirai могут не беспокоиться за свое чистое лобовое стекло под капотом все очень просто центре электродвигатель оранжевые провода электрические ну и все остальные элементы закрыты крышками чтобы туда не сували руки автомобиль построен на тойотовской платформе тенге дил и на этой же платформе построены такие же lexus и как lexus lc и ls принципе если сесть салон то можно почувствовать как будто ты сидишь не в тойоте а в лексусе и теперь это заднеприводный седан с мощностью 182 лошадиные силы водород для топливных ячеек хранится в трех баллонах с объемом 141 литр предыдущей модели было всего лишь два баллона с объемом 122 литра за счет того что toyota добавила еще один баллон получилось увеличить запас хода автомобиля на 30 процентов теперь он составляет 850 километров у предыдущей модели было всего лишь 650 километров по рычагам подвески новый mirai полностью унифицирован с lexus lc салон toyota mirai получился стильным и очень интересным как я уже сказал чем-то напоминает lexus если бы не значок toyota у нас базовая комплектация вообще это автомобиль который сдается в аренду немного такой уже потертый дверь в принципе здесь ничего особенного зеркала окна открываются в топовые комплектации есть еще кнопки для запоминания положения сидений водителя но у нас базовая здесь все по минимуму дальше пространство справа от руля здесь у нас кондиционер сверху надпись mirai и кнопка h2o что значит вода при нажатии этой кнопки сливается вода но по идее она автоматически когда набирается когда вы остановились вода сливается но к примеру если вы заезжаете куда-то в помещение в свой гараж или чужой и не хотите там наследить то нажимаете кнопку h2o вода сливается и потом заезжаете в гараж дальше у нас кнопки регуляции одометра кнопки розетки заноса снизу система и тисе для платных скоростных дорог ну и снизу рычаги для открытия капота багажника и бака для того чтобы заправлять автомобиль сиденья toyota mirai очень удобно и даже в базовой комплектации они кожаные по ощущениям дарина немного даже лучше чем в новом крауд здесь принципе управляется все кнопками нету памяти как я уже сказал но уже по опыту вождения поддержка очень хорошая очень удобно сидеть действительно чем-то напоминает lexus руль у нас стандартные принципе здесь кнопки управления медиа системой круиз-контролем и контроля полосы за рулем стоит у нас цифровой экран вся информация по автомобилю выводится на этот экран принципе очень удобно и по яркости все хорошо видно в центре приборной панели установлен 12 3 дюймовый экран вот такая у него интересная форма кнопка аварийников кнопки контроля меню можно навигатор задавать сбоку есть контроль кондиционера здесь есть двухзонный климат-контроль подогрев сидений комплектация подороже есть подогрев сидений и заднего ряда также есть подогрев руля если нужно ну и дальше здесь аудиосистема настройки какая-то информация по автомобилю уровень заряда ниже здесь у нас физические кнопки управления климат-контролем ну и самое главное есть сиди привод можно слушать музыку или смотреть фильмы на дисках если у вас они еще остались ручка селектора принципе такая же как в старых приусах очень легко переключается кнопка паркинг здесь есть зимний сноу режим и можно переключать драйв мод с эко на нормал и на спорт в зависимости от того какая у вас манера вождения два подстаканника и есть место где вы можете к примеру положить свой телефон единственно нет без проводной зарядки подлокотник широкий здесь у нас стандартный прикуриватель и две зарядки usb type-a есть у вас type-c зарядиться вам не получится единственное что он большой но не глубокий поэтому что-то большое положить сюда не получится но самое главное что удобно держать руку на этом подлокотнике дальше у нас салон в принципе выглядит все очень минималистически сидение как я говорил кожаные в принципе очень удобные здесь у нас бардачок ну и вот такие вот плавные линии которые переходят в ручку селектора за счет увеличения ширины автомобиля теперь задний ряд заменили на вот такой вот довольно комфортный диван если мы говорим про двоих но на самом деле это пятиместный седан теперь и здесь можно усадить троих людей по крайней мере так говорит тойота но из-за того что здесь стоит еще один третий баллон для хранения водорода торпеда вот это довольно высокая и я не знаю как должен здесь сидеть человек я попробую конечно сейчас показать вам это должно быть что-то вроде такого но не очень удобно или можно сесть вот так вот и вот так ехать в принципе кому как нравится что же касается кондиционера можно регулировать розетка две зарядки и избитой и 2 и 1 ампера и избиси нет контроля температуры тоже здесь нет но опять же это базовая комплектация поэтому здесь все по-простому но вот такой вот здесь коврик коврик на торпеде есть ну и посередине у нас вот такой вот стандартный подлокотник с двумя подстаканниками ничего особенного в базовой комплектации вместо на заднем ряду не так много сейчас моё сиденье водительской стоит так как не было удобно ездить место для колени ну немного упертый сиденье но не так чтобы это раздражало по высоте но в принципе чуть-чуть место есть но у меня рост метр восемь шесть поэтому если вы будете повыше то вам нужно будет попросить и водителя сдвинуться и самому наверно как-нибудь сжаться сидеть как бедный родственник чтобы поместиться но я думаю что это отчасти проблема седанов вот такого вот класса где рассчитано что у вас ездят только два человека не знаю там водитель и человек которого водит водитель ну и все остальное место просто для сумочек или для собачек несмотря на то что автомобиль выглядит большим багажник у него довольно маленький из-за того что здесь установлены три баллона для хранения водорода багажник всего лишь 320 литров кстати у предыдущей модели объем был немного больше 360 литров чтобы заправить toyota мирай нужно посетить специализированную заправку водородную выглядит она практически так же как и обычная бензина потому что там хранится большое количество водорода но водород сам также взрывоопасен как и бензин японии около 159 таких заправок 59 из них находится в токио чтобы заправить полный бак автомобиля с запасом хода 850 километров достаточно всего пару минут конечно это большой плюс если сравнивать с чисто электрическими автомобилями у которых в лучшем случае чтобы полностью зарядить батарею нужно 20-30 минут но по запасу хода электрические автомобили конечно намного проигрывают по сравнению с toyota мирай первое впечатление от toyota мирай за рулем это конечно чувствуется динамика электрического автомобиля а именно электрического двигателя скорость набирает быстро резво тем более что это заднеприводный автомобиль поэтому если вы любите погонять то этот автомобиль для вас салон конечно же это отдает все-таки лексусом очень приятно сидеть управлять автомобилем хорошая шумоизоляция в управлении прям очень приятный автомобиль плавный спокойный такой прям как будто ты плывешь но если ты нажмешь на педаль газа автомобиль резко меняется и превращается какой-то спортивный toyota мирай оснащена тойотовской системой безопасности это адаптивный круиз-контроль это система за контролем полосы то есть если вы чуть-чуть съезжаете с полосы машина начинает немного вибрировать но не сильно поэтому если человек уснет мне кажется невозможно это почувствовать также стоят сенсоры предотвращения столкновения с впереди идущим автомобилем принципе все то что можно встретить любом другом новом автомобиле компании toyota когда мне нравится здесь сиденье особенно когда ты на скорости двигаешься в заходишь повороты то сиденье очень хорошо держит и наверное еще раз повторюсь сиденье наверно больше мне нравится чем toyota crown который мы делали обзор в прошлых видео хотя там были чехлы возможно если без чехлов то они чувствуются намного лучше что из минусов наверно нет экрана который отражается на лобовом стекле человеку которому привыкшим к такой системе хочется что он был но если вы ездили на автомобиле где нет вот этого такого прозрачного экрана на лобовом стекле то в принципе разницы вы не заметите но в так в целом удовольствие вы получите не меньше чем от электрокара но с большим запасом хода принципе путешествие по японии заявленного запаса хода 850 км в час более чем достаточно в принципе можно спокойно путешествовать и не сидеть на электрозаправке вместе с другими электрокарами и ждать пока зарядиться ваш автомобиль в этом плане очень удобно к сожалению мы сегодня не можем заехать и где-нибудь заправиться потому что у нас полный бак и так как эта машина взята в аренду нету специальной карточки чтобы это сделать к сожалению но в будущем если выйдет следующее когда выйдет следующая модель toyota mirai мы попробуем заправить автомобиль водородом в японии toyota mirai второго поколения продается от 7 миллионов йен максимальная комплектация стоит восемь с половиной миллионов для кого этот автомобиль наверно для тех кто уже привык ездить на электрокарах кому нравится динамика электрического двигателя но кто устал сидеть и заряжать свой автомобиль или у кого нет дома электрического зарядного устройства чтобы заряжать автомобиль ночи конечно если в вашем городе есть водородная заправка то этот автомобиль просто идеален лучше чем любой электрокар возможно стоит тойоте сделать автомобиль немного проще потому что это по мне так это автомобиль более такого представительского класса может если сделать к примеру не знаю водородный харьер или возможно водородный альфард то люди будут покупать эти автомобили намного охотнее ну и конечно цену сделать немного ниже в целом toyota mirai второго поколения получился очень интересным необычный дизайн который привлекает внимание и интересная силовая установка покатавшись сегодня по городу на toyota mirai мне понравилась динамика этого автомобиля есть что-то от электрических автомобилей очень резко газует на светофорах большой запас хода быстро заправляется ну и салон так как автомобили сделан на базе лексуса находиться в автомобиле очень приятно это отличный автомобиль среднего представительского класса потому что у него довольно высокая цена это не для семьи в целом несмотря на дороговизну это отличный автомобиль единственное небольшое количество водородных заправок создает барьер для массового использования водородного автомобиля если сравнивать опыт вождения обычного автомобиля электрического и водородного я бы все-таки выбрал водородный автомобиль потому что его очень быстро можно заправить и запас хода очень большой мое мнение что будущее все-таки за водородом пока не придумают какую-либо батарею которую можно будет зарядить за пару минут водород все-таки это мой выбор то что автомобиль работает на водороде никак не повлияло на его безопасность даже в случае аварии если давление будет превышать в баках то они просто разойдутся по швам у тойоты на канале есть видео где они простреливают баки toyota mirand крупнокалиберной пули на видео видно что после того как пуля пробивает бак не происходит никакого взрыва а водород просто выходя из отверстия рассеивается в атмосфере для покупки toyota mirand представлен на рынках сша канады японии и европы японии toyota mirand можно встретить как и на аукционах так к примеру и в рентакар стоят toyota mirand можно взять в аренду и покататься на водородном автомобиле почувствовать что это за автомобиль и нужен ли вам для покупки на сегодняшний день известен только один случай покупки toyota mirand в россию это хозяину для этого пришлось самому создавать за водородную заправку для своего автомобиля сейчас же в россии есть только всего на всю россию есть только три заправки одна из них в москве поэтому покупать водородный автомобиль в россии нецелесообразно но все же можно сергей передаю тебе слово очень интересно узнать твое мнение о водородном автомобиле toyota mirand ребят что скажете про toyota mirand интерьер экстерьер сама технология водородная я внесу свои 5 копеек мое мнение об этой машине самый главный плюс это время зарядки по сравнению с электрокарами ты просто подъехал заправился как бензином и поехал дальше и конечно же это экологичность минусы это то что мало заправочных станций дороговизна технологии но я считаю то что электрокары все-таки дойдут до своего потолка и человечеству придется искать что-то альтернативное скорее всего это будет водород напоминаю потому что материал из которых делают батарейки тот же самый литион он ограничен в мире поэтому нам не получится всем сесть на электрокары которые проезжают тысячу километров на одной зарядке такого не будет у нас просто не хватит ресурсов и тем более при производстве одного электрокара выбрасывается в атмосферу там co2 и других всяких вредных веществ еще и побольше чем машина бензина с полуторалитровым мотором выбрасывает воздух за там пять лет эксплуатации и и на дорогах поэтому знаете про экологичность электрокаров еще надо кстати говоря подумать потому что там где он ездит возможно экологично но в целом земля страдает в том месте где производят этот электрокар в общем такая тема спорная ребят напишите ваше мнение внизу обязательно на эту тему экологичности водорода электрокаров заказывайте обзор заказывайте пишите модель мы внимательно смотрим потому что есть люди они просто маньяки по каким-то новым моделям японским они знают все о машине которая вышла вчера ребята маньяки пожалуйста внизу описывайте а а почему нам надо снять ту либо иную машину я думаю если вы раскроете почему какая-то модель интересна на внутреннем рынке японии она также заинтересует нашу подписчиков ребят ну что поставьте лайк напишите там комментарии вообще про все эти водородные технологии поставьте лайк подпишитесь на канал пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля